Приветствую вас. Первое, что нужно сказать, это то, что мы не знаем, мы так же, как и вы не знаем, почему и как вы дошли до такого состояния, потому что причин для этого может быть очень много, начиная от определенных подсылов ваших родителей, как то, ты ничего не можешь, ты никто, ты ничтожество, лучше бы тебя не было и так далее, и так далее, и так далее, вот, и заканчивая определенными вашими желаниями, которые вы хотели бы реализовать. В том числе и через смерть. То есть, вам по какой-то причине, да, вот именно по какой-то причине захотелось закончить с собой. Этот голос, который вам, значит, говорил, да, этот голос, который вам, значит, ну, который вас подначивал, да, вот. Чего хотел этот голос? Что ему было нужно? Почему он так сильно хотел, чтобы вас не было? Почему голос хочет, чтобы вас не было? По какой причине, по какой причине голос хочет, чтобы вас не было? Вот. Вот. Собственно говоря, значит, на эту тему вам и нужно в первую очередь порасмышлять. Вот. Потому что момент на самом деле очень важный. И уже потом, уже после этого вы можете разбираться с тем, что вы хотите, что вам нужно, чего вам не хватает, по какой причине вы оказались в этой ситуации и какова вообще ваша, ну, какова вообще ваша жизненная позиция, да, то есть, грубо говоря, что она из себя представляет. Это жизненная позиция ваша. Вот. Вот. Насколько вы реализуетесь в себе, как к себе относитесь. Вот. И так далее. То есть, это всё, вот это всё нужно исследовать. И тогда вы получите ответ на свой вопрос, если это действительно то, что вы хотите, если вы действительно хотите понять, почему с вами это случилось. То есть, вы большая молодец, в том смысле, что не совершили этого, что вы продолжаете жить, это здорово, никто не вправе решать, кому жить, а кому умирать. Вот. Ну, по крайней мере, человек точно не вправе это делать. Человек точно не вправе решать такие вопросы. Вот. Вот. Поэтому я думаю, что вы поступили очень верно. Теперь вам необходимо пройти курс психотерапии для того, чтобы закрепить этот результат. Вот. Особенно, если тяга к этому у вас по той или иной причине сохраняется. Вот. Ну, то есть, если вы чувствуете, что всё равно испытываете, ну, испытываете потребность в том числе, чтобы погонжить с собой, если у вас есть такие мысли, такого рода мысли. Вот. Значит. Так, давайте ещё раз. Так, я переборола свой внутренний голос. Полина, не совсем понятно, что значит вы перебороли свой внутренний голос. То есть, не совсем понятно, что это значит конкретно. Во-первых, перебороть внутренний голос, ну, конечно, можно, безусловно, можно, безусловно, перебороть внутренний голос. Вот. Но, что это даст? Вам. Вам, например. Вот. Что это даст, если честно, для меня не совсем очевидно, потому что перебороть голос, да, вы его подавили. Вы его подавили. Но он всё равно и по-прежнему с вами. Вот. Голос. Вот. Потому что это часть вас, как бы. И тут вы, конечно, извините, да, но будет лучше, если вы, но будете договариваться со своим голосом. То есть, будет здорово, если вы именно договоритесь с ним, если вы поговорите со своим голосом, если вы научитесь выяснять то, чего он хочет. Я имею ввиду голос. Вот. Это было бы гораздо более полезно для вас, чем всё остальное. Вот. какой это голос? Чей это голос? Да? Вот эти аспекты можно и нужно исследовать. И тогда, если мы эти аспекты исследуем, то уже можно будет наверняка, да, сказать, как и что у вас происходит. Вот. В известной степени данное состояние можно рассматривать как определенный элемент кризиса. Вот. Вот. То есть, кризисное состояние, которое ознаменует, ознаменовывает, точнее, собой то, что вы делаете что-то не так. То, что вы, вот, по своей жизни двигаетесь, ну, в некоторой степени с ошибками, да. Ну, вот. И всё. Вот в некоторой степени это можно будет принять так, как кризис. И в этом нет ничего страшного. Вот. Главное, чтобы вы сделали вывод из того, что произошло. Вот. Заметили, да, что я специально не разговариваю о причинах, да. Потому что о причинах разговаривать нужно с вами. То есть, не предположениями заниматься, да, а разговаривать с вами. Я говорю немножко о внешней стороне сейчас. Вопрос. Вот. Так что, вот так. Примерно. Примерно вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Вот. Мы не можем знать, как вы дошли до этого состояния. Потому что, ну, мы не вы, нам ваша история неизвестна. Вот. А рассказать об этом вы не удостучились. То есть, вы не потрудились рассказать о том, что же всё-таки вот с вами произошло. Вот. То есть, почему с вами это произошло? То есть, если бы вы несколько, так, подробно рассказали свою историю, то, возможно, можно было бы вам помочь. С другой стороны, даже вы, как бы, запроса, как такового запроса-то, мне не озвучили. Вот. В том смысле, что, ну, да, у вас была попытка самоубийства. Ну, да, вы спрашиваете, как дошли до такого состояния. Но, этот вопрос, скорее, звучит, как риторический. Знаете? Вот. То есть, очень на это похоже, по крайней мере, на риторический вопрос. А, и зачем? Вы задаете психологам риторический вопрос. Если у вас остались дополнительные вопросы ко мне, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.